Всем привет! Вы смотрите информационный проект «Редакция». Меня зовут Яна Нестеренко. Гостем нашего необычного эфира сегодня будет Ян Гордиенко, популярный видеоблогер, он же Янго и МС Януля. Вся эта толпа ждет его выступления на этой сцене, но перед этим редакция пообщается с ним прямо в гримерке. Лешка Литон мне там очень понравилась. Правда, мы там просто отдыхали почти круглыми сутками, лежали в этих шатрах и ничего не делали, купались в море. Вчера мы были на концерте сначала Пошлой Молли, потом на концерте ЛДЖ, вот в Ибице были, получается, были в Итаки и были еще в Боно Бич Клаб. Короче, да, самые такие интересные места, мы, кажется, прошли. А что-то попроще? Театр, музей, центр города, трасса здоровья? Я на трассе здоровья, да, я бегал, я видел, а все остальное я видел до этого. В этот раз мы просто отдыхаем, лежим на пляже, а вечером когда-то выбираемся. Ну, в случае с этими клубами я шел не то, чтобы потусоваться туда, сначала это была Премия, потом это была Пошлой Молли, и потом это был ЛДЖ, то есть вот это все причины. Как тебе вообще вот аудитория, публика в Одессе? Я понимаю, что дети, они как будто бы везде одинаковые, но что можешь сказать про одесских детей? Сложно, они однозначно очень, у них есть такое чувство, ну не чувство, а такая вещь, как они здесь достаточно редко видят блогеров, если, к примеру, там в других городах, где намного больше блогеров, и блогеры это уже что-то такое, ну ладно, да, окей, не прям супер вау реакция, то здесь ребята вот постоянно нас по историям в инстаграме вычисляли, очень много на пляжи подходило, постоянно все искали, находили, радовались. Блин, ну в целом дети, дети добрые, классные, искренние. Вопросик по поводу хейтеров. Да. Хейтеров и по поводу тех, кто тебя любит. Сначала хейтеры, да, как ты вообще научился с ними, не то чтобы бороться, а как ты научился реагировать на этот негатив? Ну единственный негатив, который я получаю в свою сторону, это, наверное, я, когда ты подстрижешься, вот это, вот это максимум. Я очень неконфликтный человек, поэтому у меня всегда все было окей с этим, я всегда хорошо относился к ребятам, поэтому все было всегда окей. В комментариях, которые приходят, приходят же? Абсолютно все равно, вообще, то есть, ну это настолько единицы на там, на сто комментариев, к примеру, поэтому, ну все равно, это личное дело каждого, чаще всего это очень странные люди, которые очень маленькие, наоборот. А так, так, все супер, с фанатами у нас все замечательно. А как часто вообще отмечаешь на фанатские комментарии? Может быть, у тебя есть вообще какой-то человек, который за тебя отвечает? Нет, у меня такого нет, это я знаю, артисты очень любят делать, это выглядит очень нелепо, вот эти подписи огромные, это ужасно. А я все делаю полностью сам, ну, грубо говоря, когда я выкладываю фотографии, я могу поотвечать на комментарии, которые напишут люди новые, могу, постоянно лайкаю, там, фан-аккаунт, людей, которые меня отмечают, людей, которые со мной фоткаются. Ну, такая дружная комьюнити в Инстаграме образовалась, где мы друг друга лайкаем. Ян, я посмотрела ваш дисс на Соболева и Гнойного, который вышел буквально вот позавчера. Позавчера? Позавчера, да. Меня зовут Янго, не путать с Кэйфго, но если перепутал, ладно, ничего. Творако Маково, против Фако Ликито, набираю все, что дорого, зови меня Янго. Кто гострайтер текста? Конечно же, Рикейф, да, это тайна, это тайна, я сам все придумал. Нет, просто на самом деле я не скрываю то, что это не я писал текст, а вся, как бы, суть, смысл, идея, все исходит у меня. Писал другой человек, просто этот человек не хочет быть, как бы, объявленным, что он является автором этого текста. А вообще все другие тексты или, возможно, даже сценарии для блогов ты пишешь сам или так же сам с этим человеком? Да, ну, другие песни с другим человеком, когда-то писали, все тексты и видео, ну, все, сам для себя я пишу сам. Многие режиссеры выбирают себе актеров сейчас непосредственно относительно через Инстаграм, следят за ними, наблюдают их скетчи, да, какие-то сторис и подбирают талантливых молодых ребят и потом приглашают их для съемок в больших каких-то мега крутых, возможно, фильмах. Как ты к этому относишься и хотел бы себя попробовать в роли актера? Потому что я, кстати, видела одно из последних видео вместе с Рафланом Кузнецовым, который здесь вот сейчас за стенкой, и вы там, у вас реально какая-то театральная постановка, ты прям как актер. Ну, начнем с того, что у меня уже за спиной как минимум два больших фильма, которые были в прокате. Это «Елки пять» и «Заломать блогеров», и все они не особо мне нравятся. Нет, мне не особо интересна роль актера. Если меня куда-то пригласят, это будет что-то интересное, да, возможно, это можно будет рассмотреть. Но в целом все силы направлены на развитие самого себя и всех своих социальных сетей. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, все равно появляются такие вопросы. А смысл от этих лайков? Смысл от этих подписчиков? Ну, то есть, что они вам дают? Ну, и как бы отсюда выплывает вопрос, как вы все это монетизируете? Да, ну, это очень просто. Ну, в принципе, вы сами прекрасно все понимаете, все, кто смотрит, то, что если вы смотрите видео на Ютьюбе, вы можете увидеть непосредственно видео, встроенное самим Ютьюбом, рекламное, которое может появиться перед роликом. Это одна часть дохода, монетизация самого Ютьюба. Самый главный источник дохода – это продажа непосредственно прямой рекламы крупным рекламодателям, за разрядом, грубо говоря, там. Я работаю с Найком, к примеру, да, и мы там делаем какие-то публикации в Инстаграме, на Ютьюбе и прочее. Вот это так работает. Это второй вид дохода, который может быть, когда тебе бренд пишет непосредственно напрямую. Кого ты смотришь, да, на кого ты подписан, неважно, это зарубежные или наши блогеры, кто эти люди? Сложно. На самом деле, вот, я, если раньше был прям таким очень сильным фанатиком, Ютьюба. Сейчас я, в принципе, тоже смотрю все, но сейчас мне сложнее что-то выделить. Это, наверное, если из развлекательного контента, это какой-то клик-клак, если это интервью, то это однозначно Юра Дудь, а если это забыл... Вот, и еще очень классный парень, блогер, которого смотрел из-за детства, тоже IT-педия, Леша Шевцов. Очень классный чувачок, очень интересно его смотреть. Про что рассказывай? Он абсолютно обо всем, но он такой около-IT-шник, но такой простой для народа, из разряда нету каких-то замысловатых, сложных вещей, просто он говорит о жизни, да вообще постоянно о разных вещах. Быто он может рассказать о каком-то районе Одессы, где он вырос, там типа из-за, как называется, какой-то... Молдаванка? Какой-то не очень клевый. Таирова? Таирова, да, Таирова. И он просто рассказывает, говорит, вот, ребята, такая моя история, я вырос в этом районе. И он рассказывает, что там плохо и что нужно там поменять. Ну, в общем, классный блогер. А есть такие блогеры, с которых, возможно, ты берешь или брал пример, может быть, подсматривал какие-то у них идеи? Я не понимаю, что я никогда этого не скрывал. Изначально я там брал пример с Паши Микуса, когда Вайна снимал. Потом, когда начал вести видеоблог, там, с Ваней Гая, когда с ним общался. А в последнее время там не очень сильно вдохнул Логан Пол. Ну, и вот что, что-то там отошел от этой концепции. Поэтому посмотрим, ждем нового персонажа, который меня замотивирует делать что-то другое. Как вообще вот эта вся популярность, известность влияет на твою личную жизнь? Отстойно. Ну, не очень, не очень хорошо, если выражаться так. Сложно, потому что ты постоянно на виду. Я в силу того, что, помимо того, что я видеоблогер, у меня получился очень такой большой широкий медийный фон. В силу того, что я общаюсь со многими ребятами, я на многих телепередачах, на многих других каналах появлялся постоянно. Очень большая просто медийность. И, ну, везде не совсем комфортно. Из разряда. Меня это ни капли не смущает, но мы вот там лежим на пляже, абсолютно, знаете, закрыты. Например, там такой шатер, да. Хочется отдохнуть, правда, хочется полежать, когда тебя никто не трогает. Ты можешь лежать, как ты хочешь, никто тебя не видит. Но в этот момент постоянно все равно кто-то умудряется прийти. Я не то, чтобы как бы злюсь на это. Там есть ребята, которые злятся, постоянно что-то об этом говорят. Вот это просто ответ на вопрос. Вот как это влияет на мою личную жизнь? В целом, мне нормально. Телек против интернета. Я, конечно, понимаю, кто здесь побеждает, но все же, возможно, видишь свою какую-то дальнейшую деятельность именно с телевидением? Может быть, ведущей программы? Или тебе поступали какие-то такие предложения, от которых ты отказывался? Ну, да, интернета, значит, в 100% вообще нет никакого у меня будущего с телевидением. Ну, мне так кажется. Естественно, у меня поступало очень много приложений. Я от различных телеканалов на различные проекты, будь то телеведущий или еще что-то. Я всегда чаще всего отказывал, потому что многие телепередачи идут совершенно не в ногу со временем, совершенно неинтересно. Я просто понимаю, что это для моих подписчиков будет выглядеть немного странно с моей стороны, когда человек, который делает что-то в интернете, якобы продвигает эту индустрию, берет и замедляет время и уходит обратно в телевидение. На телевидение я могу выделить там только, наверное, единицы телепередач, которые, ну, они идут в ногу со временем. Это клевые, например, «Вечерний Ургант» и ребята из «Квартала» классно делают разные вещи у нас. «Квартал 95»? Да, «Квартал 95». Вот, клевые ребята. Это еще, ну, это не телевизионные. Ну, все, да. Вот, мне кажется, больше никого с собой выделить не могу. Из телевидения, что мне нравилось. А, наш украинский продакшн, который делает «Тарел и Решка» и прочие передачи. Вот это клево. Все блогеры начинают, так сказать, в одиночку. Снимают себя на телефон, на веб-камеру. Это было очень классно, исключая за эти времена, потому что в этом был очень, очень, очень такой сочный вкус Ютуба, когда там не было телевизионных команд. Все просто делали сами от души, как они это видят. И в этом и был самый, реально, интерес Ютуба, потому что было очень интересно смотреть на абсолютно вообще разные вещи, как это делали люди. Сейчас, да, приходят команды и что там. И кто твоя команда? Сколько вообще человек в твоей команде? В моей команде? На самом деле, я сейчас только, вот, я переехал в Киев, и моя команда как бы начинает образовываться. Я не скажу, что она какая-то постоянная. У меня сейчас, если у меня был там с другом сценарист из КВН, мы начинали вместе писать сценарии, то сейчас все это не срослось, и стало понятно, что это немного неактуально. То сейчас там, грубо говоря, не на постоянной основе есть человек, который может помочь по художественной постановке, грубо говоря, сделать какую-то... Забыл слово? Интерпризу? Нет. Постановку? Скетч? Нет, 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 нет. Художник-постановщик, который делает локацию, грубо говоря, вот. Оператор, монтажер есть, наконец-то появился, и все, в принципе. Ну, оператор, в принципе, человек, который отвечает по свету, гример появился. В общем, нет устоявшейся команды, которая, грубо говоря, сидела бы со мной каждый день, но если мне нужны какие-то масштабные съемки, то я могу собрать ребят, и все. Вы смотрели информационный проект «Редакция». В Одессу приехали мега-популярные блогеры, а один из них дал нам эксклюзивное интервью. Это Ян Гордиенко, он же Ян Го и МС Януля. Следите за нами в социальных сетях, в Фейсбуке и на Ютубе. И что там делаете? Можете ставить лайки, подписываться на канал и вообще писать комментарии, да? Да. Всем пока. Редакция.